В первый раз в первый класс в новом учебном году пойдут, по предварительным данным, более 700 детей Ненецкого округа. Из них около 200 будут учиться на селе. Если в сельские школы подать заявление на прием в первый класс можно в любое время, то в городских школах действуют определенные правила и временные рамки. Записать ребенка в первый класс можно уже сейчас. В округе стартовала первая волна приемной кампании. В соответствии с постановлением администрации округа за каждой территорией закреплена конкретная школа. Поэтому в первую очередь прием первоклассников в образовательные учреждения осуществляется по территориальному принципу. С перечнем адресов можно ознакомиться на сайте окружного департамента образования, культуры и спорта или на официальных сайтах школ. Так, например, за школой номер два закреплены район начиная от Сахалина до Виладжа. Сюда входит лесозавод, новый поселок и Захребетный. Районы, приписанные к школам, уже несколько лет не изменяются. Поэтому мы знаем своих детей, мы знаем своих родителей, мы знаем, сколько у нас хотя бы приблизительно пойдут школы. У нас уже и четвертое, и пятое, наверное, поколение детишки учатся, которых и деды здесь учились, и прадеды, и прабабушки и так далее. Ну вот, в основном лесозаводские дети. Ну и, наверное, третья часть на сегодняшний день у нас дети, которые не относятся к нашей территории, улице 2-й школы. По словам Александра Татьмянина, в текущем учебном году в образовательном учреждении набрано два первых класса, общей численностью 46 человек. В следующем учебном году школа готова принять 39 первоклашек. 25 из них будут учиться в классе по программе начального общего образования, остальные в классе по адаптивной программе. Первая волна приема первоклассников традиционно длится с 1 февраля по 30 июня. Бывает так, что родители по какой-то причине не хотят отдавать своего ребенка в школу, закрепленную за их адресом. В таком случае мы остаемся только дождаться второй волны приема заявлений, когда можно будет попасть в любую другую школу, но только при наличии свободных мест. Вторая волна начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября. Совсем иначе обстоят дела в селах округа. Там подать заявление в первый класс можно в любое время. А некоторые школы в следующем учебном году и вовсе могут остаться без первоклашек, как, например, начальная школа поселка Бугрино. Прием учеников в первый класс уже начался. И по сведениям у нас в наборе только один учащийся в первый класс. И возможно, что это пока не точная информация, потому что заявление не поступило. Возможно, девочка будет учиться в другой школе. По словам Ларисы Чибичек, впервые за долгие годы начальная школа Бугрино может остаться без первого класса. По ее словам, в прошлом году впервые в школу пошли 9 выпускников детских садов. А были времена, когда в школе обучались и по 16 первоклашек. Всего в настоящее время в образовательном учреждении обучаются 27 учащихся. В целом по округу и по предварительным данным, 1 сентября 2017 года в первые классы отправится 730 детей. Городские школы планируют принять 540 первоклассников, сельские – 190.